Общий Российский Народный Фронт встал на защиту российских лесов. Из всех лесных регионов в Центр Мониторинга ОНФ поступают сигналы о незаконной варварской вырубке леса. И наиболее тревожная ситуация в европейской части России. Наш корреспондент Николай Васильев побывал в лесах Новгородской области. И вот что услышал от тех, кто пытается сберечь это народное достояние. А по кольцам очень просто посчитать. Этому дереву не менее 65 лет. Николай Корегин знает в родном лесу чуть ли не каждое дерево и замечает каждый новый пень. Вековые сосны и ели вырублены с разрешения главы посёлка под предлогом осушения болота. По самым скромным подсчётам из леса вывезено древесины на 12 миллионов рублей. Выбиралась именно хорошая древесина. Вот взять любое дерево. Новгородская область в лидерах по обращению россиян в центр мониторинга Народного фронта. Наравне с Карелией, Приморьем, Хабаровским краем, Ленинградской и Псковской областями. В прошлом году в регионе выявлено более 170 фактов незаконной вырубки леса. Это по сути один новый случай через день. Когда выявляются факты незаконных рубок, то должностные лица не всегда об этом сообщают правоохранительные органы. И по результатам наших проверок, проведённых в 2013, в 2014, в этом году, были возбуждены уголовные дела в отношении начальников отделов лесничеств. Было таких три уголовных дела возбуждено. Два начальника отдела в настоящее время уже осуждены. Эта делянка в Новгородском районе, недалеко от деревни Сосновки. Хорошо видны две просеки со свежими пнями. Вырубка осуществлена, опять же, с разрешения властей. Это уборка деревьев отставших в росте, деревьев больных, повреждённых, деревьев второстепенных пород. То есть то, что худшее по своим показателям, это должно в процессе этой рубки убираться, а лучше оставаться. К сожалению, вот здесь получилось всё до наоборот. Работала некая фирма «Экоцентр». Всего несколько месяцев назад лесничие о ней даже не слышали. Ну, они, скажем так, выбрали слишком много сосны, удалили оттуда. Слишком много хорошей сосны. Я не согласен. У вас там была лицензия на выпил сосны, ели? У нас там было всё взято. То, что нам по декларации было положено. Николая, бригадира лесоруба, встречаем по пути на ещё один участок. Делянку в районе Сосновки компания «Экоцентр» вырубила ещё в апреле. В мае были обнаружены нарушения, но эта фирма до сих пор продолжает работать ещё на четырёх площадках в Новгородском районе. На вопросы активистов УНФ рабочие отвечают охотно. Правда, лесорубы в тонкостях экологического права ещё не разбираются. Петро и Василий только приехали в Новгородскую область с западной Украины. Потому и трезуб на каске. Может, вы партизаны, ребят? Да нет, какие партизаны. Наоборот, оттуда текают, потому что в армию берут. Проверить законность этой вырубки лесничие пока не могут. Закон защищает предпринимателей от лишнего внимания контролирующих органов. Огромное число обращений в адрес Центра общественного маринаторинга Народного фронта говорит о том, что, к сожалению, это типично для нашей страны. Но крайне нетипичная реакция, что прокуратуры, что людей, отвечающих за надзор в этой сфере. Эта прогулка по новгородским лесам у активистов Центрального штаба УНФ первая. Диалог с правоохранительными органами и местными властями только начинается. Но результат уже есть. Лесничие и прокуроры начинают работать с местными общественниками напрямую и более оперативно. Николай Васильев, Евгений Костин, Александр Бурушков. Вести. Новгородская область. Новгородская область.